Многократно в ваших роликах вы клеймите фильм «Прометей» как ужасный, глупый, недалёкий и вообще непонятно, что там происходит. Я абсолютно был с вами согласен, потому что я сходил на этот фильм в кино, вышел совершенно в непонятных чувствах, что я посмотрел и зачем я это посмотрел. Но не далее, как месяц где-то назад я раскопал, что оказывается существует режиссёрская версия этого фильма, которая, извините меня, на 40 минут длиннее. Я как-то начинал смотреть, я ещё пошутил, я говорю, сейчас выяснится, что этот инопланетянин, которого они разбудили в космолёте, ещё и разговаривать с ними будет. Что вы думаете? Заговорил. У них огромный диалог на важную тему, они говорят о том, что этот старикашка, который прилетел, говорит, что мы боги, т.е. там фундаментальные вещи. И когда я посмотрел весь фильм, включая эти 40 минут, у меня остались замечательные, по крайней мере, во-первых, всё встало на свои места. Что? Кто? Для чего? У нас фильм начинается с момента, где робот идёт по звездолёту с мячиком, а там до этого ещё 30 минут фильма, которые отрезаны. 30 исходных минут. И, например, идёт диалог вот этой девушки, которая была компанией, которая руководила экспедицией, идёт её диалог с отцом, где она говорит, что «ты никто, ты немощный старик, которого я ненавижу, это отрезано», т.е. весь их конфликт отрезан между отцом и дочерью, а какие-то абсолютно ничего не значащие фразы оставлены, т.е. ровно половина сцены просто вырезана, причём так, жестоко поперёк диалога. Это, кстати, открытый вопрос – для чего делается так, что в результате мы, идя в кино, не понимаем ничего? Я не смотрел режиссёрскую версию, и я всё время говорю про то, что я видел в кинотеатре. Если найдётся время… Обязательно. Просто получите ощущение, что, когда вы посмотрели это в кинотеатре, вас что-то прищемило и не отпускает, так вот, когда посмотрите режиссёрскую – отпустит, потому что «ах, так вот в чём, там реально интересно».